Меломаны Екатеринбурга спелись против водителей маршруток. Хором требуют сменить пластинку. Мол, надоело слушать восточную музыку и песни на непонятном языке. Пассажиры уверяют, это раздражает еще больше, чем шансон, запретить который уже потребовали пару лет назад. Теперь к такджитским мелодиям попросили прислушаться у полномоченного по правам человека. Александр Пугачев подробнее. С такой песней любое дело спорится. Только включать ее водитель Рустем Шакиров может лишь на конечной остановке. Когда в салоне уже не осталось пассажиров. Руководители транспортного предприятия попросили своих водителей и кондукторов поработать над фонотекой. Есть узбекский хороший музыкант, Ширяль и Жураев. Я его музык слушаю. Каждый день почти. Явный восточный акцент в музыкальном оформлении маршрутных такси появился после того, как перевозчики стали в массовом порядке приглашать на работу водителей из Средней Азии. Гастарбайтеры нередко просят родственников вместе с новостями отправить на чужбину еще и пару аудиокассет или дисков с музыкальными новинками. Народный артист Узбекистана Ширяль Джураев наверняка очень удивился бы, узнав, что его музыка и в России находит своего слушателя. Вот только проку от такой экспансии ноль. Из 20 с лишним человек в салоне автобуса оценить творчество по достоинству чаще всего способен только один. И тот за рулем. Абдулла Султан, Бахудуриго Фурзо, Дженебек Муродов. Именно этих популярных таджикских исполнителей мало кому из пассажиров екатеринбургских маршруток и автобусов что-то скажут. Хотя их мелодии еще совсем недавно были у многих на слуху. Этим специфическим музыкальным блюдом подчевали своих пассажиров водители-мигранты на нескольких городских маршрутах. До тех пор, пока эти песни не стали поводом для обращения в аппарат уполномоченного по правам человека. Защита от музыкальных произведений на незнакомом и непонятном языке попросила постоянная пассажирка одного из городских маршрутов. Она по утрам ездит в 14 маршрутке и все время звучит таджикская мелодия. Знаете, ее это раздражает, потому что, во-первых, она громкая, во-вторых, она не воспитана на этой мелодии. В письме сотрудники аппарата попросили перевозчиков хотя бы разнообразить музыкальное меню. А лучше провести исследование музыкальных предпочтений пассажиров. Мнения по поводу взаимопроникновения культур разделились. Одно дело, когда человек слушает ее для себя, ради бога, это свобода. Другое дело, когда ее дают, что называется, на весь салон. Я это воспринимаю как своеобразную культурную агрессию. Ну что делать? У них своя нация, своя музыка. Я думаю, это не самое главное, что у них своя музыка. Понимаете? Есть другие моменты в жизни, которые важнее. Запрет на определенные музыкальные формы в Екатеринбурге вводят уже не первый раз. Несколько лет назад из-за постоянных жалоб в автобусах и маршрутках объявили войну шансону и почти одержали над ним победу. Руководители транспортных предприятий каждый день получают десятки жалоб на музыкальное сопровождение и уверяют, что проводят среди водителей иностранцев воспитательную работу. Чем моложе водитель, тем у него она громче играет. Чем водитель постарше, по здравии, тем у него меньше проблем с пассажирами. В этом направлении нами проводятся следующие мероприятия. Вообще все музыкальные проигрыватели, которые есть в автобусах, изымаются у водителей. Но победить тягу к музыке, запрещая и изымая, уже не получится. Вот, например, интернациональный экипаж этого автобуса соорудил компактную звуковую переноску. Заглушить мелодии и ритмы солнечного Узбекистана теперь не могут ни езда по ухабам, ни смущенные просьбы истосковавшихся по тишине пассажиров. Александр Пугачев, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5 канал, Екатеринбург.